Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. На площади Куйбышева прошел традиционный общегородской смотр зимней техники. Готовность к холодам проверила глава Самары Елена Лапушкина. Обработки общественных пространств. В Самаре в период пандемии уделяется повышенное внимание, как проходит дезинфекция подъездов жилых домов. Годовая инфляция выросла и составила 7,78%. Какие меры по этому поводу предпримут российские власти? Одна из четырех главных операций в математике. Как освоить процесс умножения и быстро выучить таблицу. Лайфхаки в нашем сюжете. Как сохранить лицо и сберечь кожу от сухости в осенние холода. Советы экспертов. В преддверии холодов на площади Куйбышева прошел традиционный общегородской смотр зимней техники. Муниципальные предприятия показали, с помощью чего будут убирать снег и налить улиц Самары. Готовность техники к зиме проверила глава города Елена Лапушкина. Подробности в сюжете Ольги Хомракуловой. Эти стройные ряды спецтехники призваны очищать Самару от снега и защищать от наледи. Новые и современные. Они выстроились как на параде. Камазы, тракторы, автогрейдеры, погрузчики, снегоуборочные машины и еще десятки видов спецтехники. В преддверии холодов на площади Куйбышева прошел общегородской смотр зимней техники. Каждое муниципальное предприятие продемонстрировало модификации имеющихся спецмашин. Готовность техники к зиме проверили глава Самары Елена Лапушкина, первый вице-мэр Владимир Василенко, а также руководители профильных департаментов. Понимаем, что со дня на день будет первый снег. Поэтому я разговаривал сейчас с руководителями всех предприятий, все абсолютно доложили о том, что они переобороны, что они готовы к работе в зимний период времени. На площади Куйбышева экспонируется 158 единиц техники. Всего в арсенале городских структур грядущей зимой будет свыше 500 единиц. Дополнительно предприятия заключают договоры на привлечение техники, которая в период обильных осадков будет вывозить снег на полигоны. К тому же скоро автопарки муниципальных предприятий пополнятся новыми железными бойцами со снегом. Новая техника будет в этом году закуплена для содержания дорог. Стандартные машины, дорожно-коммунальные, пложно-щеточные погрузчики, как большие, так и маленькие. Малая механизация для содержания тротуаров, будут закупаться лаповые погрузчики для погрузки снега. Также будет закуплена техника для содержания катков. Уже заготовлены все необходимые противогололедные материалы. Завершается подготовка муниципальных снежных полигонов. В этом году их четыре, готовых принять свыше 900 тысяч тонн снега. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. В городе продолжается комплексный ремонт улицы Ленинской. Работы на этом объекте уже выполнены на 90%. Одним из завершающих этапов стал ремонт пешеходных тротуаров на участке от Некрасовской до Льва Толстого. Обо всем подробнее расскажет Никита Колосов. Комплексный ремонт улицы Ленинской проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонтирует не только проезжую часть, но и тротуары. Для того, чтобы поддержать эстетику обновленной улицы, асфальтовое покрытие пешеходной зоны заменили на плиточное. В том числе и на участке от Некрасовской до Льва Толстого. Смотрится, во-первых, красивее. И ходить по нему приятнее гораздо. На мой взгляд. Помимо обновления 2000 квадратных метров тротуарного покрытия на этом участке, в рамках комплексного ремонта произвели замену люков, смотровых и дождеприемных колодцев. Установили дорожные тротуарные камни. Также устроили дополнительно парковочные карманы. «По всей улице Ленинской на данный момент работы выполнены на 90%. От Полевой до Венцка выполнен комплексный ремонт устройств тротуаров, газонов, естественно, ремонт дороги. Остался только вот этот квартал, который закончат в конце октября». Новые плиточные покрытия пешеходного тротуара уже успели оценить жители ближайших домов. Поделились своим мнением со съемочной группой. «Красиво. Хотелось бы еще, чтобы были деревья и зелень была». Комплексный ремонт улицы Ленинской сейчас на финальном этапе. В планах у подрядной организации до конца октября закончить ремонт пешеходной зоны и уложить финальный слой асфальтобетонного покрытия на въездах, примыканиях, парковочных местах. Никита Колосов, Григорий Пешаков. События. За сутки в Самарской области зафиксировали 937 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее число заболевших в регионе 120 782. Такие данные в четверг опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 723 человека. Всего с начала наблюдений из больниц выписались 94 237 человек. Возвращаются с заслуженного отдыха, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Самарские медики, пенсионеры вновь выходят на работу. Сейчас медпомощь в условиях стационара оказывает около 8 тысяч сотрудников. Из них почти полторы тысячи врачей, свыше 4 тысяч человек – это средний персонал и более 2 тысяч младший. При этом из-за ухудшения эпидобстановки с начала пандемии многие сотрудники старшего поколения ушли на пенсию. Сейчас областной Минздрав и лечебные учреждения пытаются вернуть их на работу. В настоящее время 259 врачей и 228 медработников среднего звена, которые ранее ушли на заслуженный отдых, трудоустроились в государственные медорганизации. Одновременно с этим кадровый дефицит в поликлиниках восполняют за счет приема молодых специалистов, выпускников медицинских вузов и колледжей. На сегодняшний день почти миллион 260 тысяч жителей Самарской области сделали прививку от коронавируса. Из них 50 тысяч уже вакцинировались повторно. Что мотивирует прививаться учителей дополнительного образования разных поколений, расскажем в сюжете. Собрать и запрограммировать квадрокоптер. Таким навыком сегодня могут обучиться дети на занятиях по направлению аэроквантум. Эти кружки сейчас на пике популярности по всей стране, желающих заниматься много. Поэтому учитель должен быть во всеоружии, считает Андрей Ивков. Защита иммунитета учителя – гарантия безопасности и для детей. Андрей Ивков в эффективности своей вакцины убедился в сентябре, когда заболела жена. Его же вирус обошел стороной. Я сторонник безопасности, как личной, так и окружающих. У меня есть дети, у меня есть внучка. Мне нельзя быть больным разносчиком. Лучше быть защищенным заранее, чем бороться потом. Все работают за компьютерами. В компьютерах стоят, все ставят антивирусник. Антивирус вы ставите, а прививку против вируса себе вы не хотите. Нонсенс. А вот коллега опытного учителя Максим Звягинцев с вакцинацией тянул до последнего. Признается, верил в силу молодого иммунитета до тех пор, пока отец не подхватил инфекцию. Ежедневно носил посылки в красную зону. Тут-то отношение к ситуации и поменялось. Я не хотел бы заражать людей, которые находятся вокруг. То есть я не хотел бы быть причиной того, что кто-то тяжело болеет. То есть у меня есть друзья, родственники, ученики, с которыми я общаюсь. Ну, сейчас дистанционно, но лучше сделать прививку, чем потом болеть, жалеть об этом. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции сегодня в регионе сделали почти миллион 260 тысяч человек. Компания продолжается, и в городе открыты более 100 прививочных пунктов, в том числе круглосуточные. На территории Самары работает городской волонтерский штаб «Мы вместе». Телефон горячей линии указан на экране. По этому номеру могут обращаться граждане 65 лет и старше, одиноко проживающие, маломобильные, находящиеся на самоизоляции на территории Самары. Прием заявок ведется с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера. Принимаются заявки на приобретение продуктов, первой необходимости, лекарств, оплату услуг ЖКХ за счет средств. Дезинфекция многоквартирных домов в усиленном режиме. В Самаре продолжается обработка подъездов от коронавирусной инфекции. Дважды в день все поверхности не только моют водой, но и протирают хлоросодержащим раствором. Как прошла дезинфекция в одном из многоквартирных домов, увидела наша съемочная группа. Уборщица Рына Блеснева третий год наводит чистоту в подъездах многоквартирного дома по адресу Владимирская, 48. С наступлением пандемии коронавируса дезинфекция проводится дважды в день. Рено обрабатывает хлоросодержащим раствором домофон, перила, входную дверь в подъезд, мусорные баки, почтовые ящики и кнопки лифта. Женщина говорит, что понимает важность этой процедуры и с ответственностью подходит к дезинфекции. Я чувствую за собой ответственность. Я понимаю, что это поможет тому, что люди будут здоровыми. Жильцы труд Рено ценит и уважают. Частотой подъездов довольны. Уборщица убирается очень хорошо. Все время все дезинфицирует она у нас. Прежде чем вымыть пол, она мокрой тряпкой специально все выметит, а потом все убирает. Выбор в сторону хлоросодержащих моющих средств был сделан из-за высокой эффективности в борьбе с вирусом. Вирус гибнет от хлорки моментально. То есть, если мы, например, руки моем мылом, понадобится 15 секунд, то от хлорки это моментальное действие. На территории железнодорожного района 775 многоквартирных домов. Их обслуживает 39 организаций. В случае, если жители заметили, что управляющая компания ТСН или ТСЖ не проводит ежедневную дезинфекцию, нужно подать жалобу в районное управление ЖКХ. Специалисты приедут и составят протокол, который потом направят в Государственную жилищную инспекцию. Письменно, устно, по телефону, в соцсетях обращаются. Выходим, составляем документы, что не проводилась обработка, и отправляем уже на выставление штрафа. Тем обслуживающим компаниям, на которых составили протокол, суд назначает штраф от 100 тысяч рублей. За 9 месяцев этого года таких нарушений в железнодорожном районе зарегистрировано более 100. Обработку подъездов многоквартирных домов проводят во всех районах города. Темпы объема работ по дезинфекции мест общего пользования в жилых домах в ближайшее время снижаться не будут. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Константин Головин. События. Впереди вас ждут новости экономики. Их подготовила Виктория Шарая. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Годовая инфляция уже на отметке 7,78%. Планируют ли власти страны принимать по этому поводу какие-то меры? Пока речь идет только о дополнительных мерах социальной поддержки. Расскажу подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 22 октября 70,99 рубля. Евро 82,63 рубля. Нефть марки Brent торгуется на отметке 84,80 доллара за баррель. Годовая инфляция в России достигла максимума с 2016 года. Судя по данным Росстата, она ускорилась до 7,78%. В отчете Министерства экономического развития говорится, что за неделю резко подорожали огурцы и помидоры. На прошлой неделе президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы в Кремле назвал низкие доходы россиян главным врагом общества и поручил в течение месяца разработать новые меры социальной поддержки. По словам главы государства, в этом году инфляция превысит прогнозируемый уровень в 5,8%. Вице-премьер Андрей Белоусов предложил перечислить компаниям, наиболее пострадавшим от коронавируса, единовременную выплату. Так, предприятия общепита, спорта, культура, организации досуга и развлечений получат по одному мроту на каждого работника. Напомню, что минимальный размер оплаты труда в этом году равен 13 тысячам рублей. В общей сложности на поддержку бизнеса в нерабочую неделю из бюджета потратят 27 миллиардов рублей. Выплаты бизнес может получить с 15 ноября по 31 декабря. Российские банки попросили Центробанк на год отложить обязательную выдачу кредитов по биометрии. Услуга должна быть внедрена с 1 января 2022 года, однако к новым технологическим решениям готовы оказались не все кредитные учреждения. В письме Ассоциации банков просят перенести запуск услуги на 1 января 2023 года. И до этого времени не применять к ним меры воздействия. Также Ассоциация попросила разрешить банкам предоставлять услуги через единую биометрическую систему, только в одном канале на выбор, или на сайте, или в мобильном приложении, тогда как законом предусмотрено предоставление услуги на всех платформах. Россиян предупредили о налоге при переводе с карты на карту. Переводы с карты на карту – самая популярная в России финансовая операция, которая давно обогнала снятие наличных. Зачастую граждане осуществляют предпринимательскую деятельность без заключения договоров и регистрации юридического лица. Например, оплата аренды квартиры, оплата каких-либо услуг для избежания налогового обложения. Внимание! ФНС могут привлечь регулярные и одинаковые суммы, поступающие на карту гражданина. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Поддержка нужна каждому, даже тем, кто приступил закон. Члены общественного совета УФСИН по Самарской области приехали в 15-ю исправительную колонию, чтобы оценить, в каких условиях живут и работают осужденные. А также привезли развивающие игры и книги малышам, которые живут там рядом с мамами. Максим Магомедов подробнее. Ребятишки, на Новый год делаем заявки. Хорошо? Такие подарки. Сладкое не заказывать, все равно привезем. Не только вручить подарки и развивающие игры детям, которые находятся в колонии вместе с матерями, но и проверить условия труда осужденных, а также помочь им принять участие в переписи населения. В исправительную колонию номер 15 приехали представители общественного совета при УФСИН по Самарской области. Такие визиты не редкость. На контроле общественников не только содержание осужденных в местах лишения свободы, но и правовые аспекты. Общественный совет, который действует уже на протяжении многих лет, он регулярно посещает учреждения, где содержатся мужчины, где содержатся женщины, и с целью именно воочию убедиться о условиях содержания, спросить непосредственно у лиц, которые отбывают наказание, имеются ли у них какие жалобы. Особенно нам нравится посещать вот это детское учреждение, поскольку всегда отмечается, что условия содержания детей, ну, в идеале, можно сказать, отмечается всеми, что и пахнет вкусной едой, и чистота. Дети не плачут, с детьми занимаются. Одна из главных задач общественного совета – наладить коммуникацию с осужденными, чтобы они могли обратиться по личному делу или за юридической консультацией. Связаться с общественниками можно письменно, через начальника колонии, или по телефону, который размещен на стенде информации. Председатель совета Павел Покровский утверждает, что ни один вопрос не остается без внимания. Мы все время оцениваем режим работы, условия работы людей, которые находятся в местах лишения свободы нашего региона. На данном производстве мы видим практически стопроцентную занятость. И самое главное, что мы видим, что выплачиваются заработные платы, компенсируется ущерб, нанесенный пострадавшим в ходе правонарушений, за которые здесь находятся люди. И есть возможность при освобождении эту профессию применять для того, чтобы обеспечить свою экономическую независимость. Швейное производство колонии снабжает формы сотрудников СИН и Росгвардии. Сотрудники исправительного учреждения рассказывают, многие девушки, оказавшиеся здесь, не умеют шить. Для них проводится специальное обучение. Сьем сейчас теплые куртки. Работаем с 8 до полшестого, 8-часовой рабочий день. Ну, так-то в целом все устраивает, в целом все хорошо. Зарплатам рот полный. То есть получаем предустроенное, все нормально. Условиями содержания, все в порядке. То есть все хорошо, ничего не напрягает. То есть все нормально, отношения нормальные. Общественники помогли осужденным принять участие в переписи населения. Максим Магомедов, Николай Сидоров, События. Синусы, косинусы и логарифмы, но прежде всего умножение. Всемирный день таблицы умножения в октябре празднуют любители арифметики. Эта операция входит в четверку главных, которые лежат в основе математики. Знакомиться с умножением дети начинают уже на второй год школьной программы. И для многих из них этот этап становится не только открытием, но и испытанием. Кому в особенности трудно запоминать таблицу и как ускорить процесс усвоения, выяснила Гульфия Асафина. Элементарная арифметическая операция умножения человечества открыла еще в древние времена. На территории древнего Вавилона обнаружена первая таблица, ей почти 4000 лет. В средние века детей заставляли заучивать умножение вплоть до 90 на 90. Сейчас достаточно 9 на 9. Но и это довольно сложно. Как помочь ребенку справиться с таким непростым заданием? Трижды пять пятнадцать, трижды шесть. Альмере восемь лет. Она ученица второго класса. А значит, по программе настало время познакомиться с умножением. Признается, вид у таблицы прямо-таки устрашающий. Примеров много, а запоминаться они никак не хотят. Я просто не представляю, как же ее можно выучить. Вот бы какой-нибудь секретик, чтобы побыстрее выучить. Обычно учить таблицу школьники принимаются по тетради. Ее печатают на обратной стороне еще со времен Советского Союза. Иногда в виде примеров, иногда таблица Пифагора. Второй вариант куда нагляднее, отмечают специалисты. А значит, для заучивания использовать лучше его. Трижды шесть, восемнадцать. Мы можем взять три цветочка. И у нас уже это троечка. Вот словик «руза», да, вот троечка. Вот спряталась. Три. Умножить на шесть. Кота возьмем шестерка. Вот он такой вот, да, наверху. Немного. Внизу пузик, ножки. Вот шестерка. Трижды шесть. Восемнадцать. Вот единица у нас спряталась. Нейропсихологи объясняют, дети с развитым левым полушарьем мозга, то есть с техническим складом ума, сами не замечают, как быстро и без проблем запомнили всю таблицу. А вот правополушарным нужны время и помощь. Для них придумали метод образной визуализации. Например, любимая книга с картинками, в которых спрятались действия. По словам педагогов, метод оживления математики подходит для детей любого возраста. Процесс запоминания у нас связан с эмоциями. То есть, если эмоции положительные при запоминании, то молекула памяти активизируется и запускает процесс запоминания уже в долговременную память. Пятью пять двадцать пять активизирует долговременную память и рифма. Поэтому педагоги также рекомендуют петь или играючи скандировать, как на марше выученные столбцы. На полках книжных магазинов сегодня много игр и красочных плакатов, созданных для запоминания таблицы. А еще существует лайфхак для примеров на девять, известный еще нашим дедам. Все, что нужно – пальцы рук. Сгибаем тот, на который умножаем девятку и получаем ответ. Слева будут десятки, справа – единицы. Проверяем с Альмирой. Девять умножить на сколько? На пять. Пять. Пятый палец прячем. Итого ответ какой будет? Сорок пять. Молодец. Проверяем. Девять умножить на пять – сорок пять. Однако не все учителя математики сегодня требуют заучивания таблицы умножения, особенно среди молодого поколения педагогов. Постоянное вызывание никому не идет на пользу, оно лишь вызывает отторжение с кайф математики. Необходимость в умножении просто основана на том, что хотите побыстрее складывать числа. То есть умножение – это просто несколько раз сложение. Если просто решать просто какие-то задачи, где необходимо несколько раз одно число складывать другим, ну, по сути умножать, то по прошедству некоторого количества задач все равно любой человек запомнит, чему равны вот эти самые простые примеры. Дайте своему ребенку время и чаще играйте с ним математику, и тогда он не только выучит таблицу умножения, но, возможно, полюбит и саму царицу наук. Гульфия Сафина, Николай Сидоров, Григорий Плешаков. События. Осенью меняется не только пейзаж за окном. Происходят перемены и в организме человека. А главным маркером красоты по-прежнему остается кожа лица. Но как сохранить ее тонус при перепадах температуры, слякоти и уличном ветре? О правилах осеннего ухода за лицом расскажем далее. Чтобы осенью добиться вау-эффекта, придется как следует поухаживать за кожей лица. Слякотная погода, усиленный ветер, а также сухой воздух в квартирах – неизменный спутник отопительного сезона – приводят к сухости, покраснению и шелушению кожи. Чтобы раздражения на лице было меньше, стоит задуматься и о правильном выборе защитной противовирусной маски. Осень – это та часть, когда вроде с одной стороны солнце становится меньше, но с другой стороны становится больше именно погодных условий в плане низких температур. И в совокупности все это называется экспозом-фактором. И воздействие экспозом-факторов, естественно, приводит к старению кожи. Есть у нас категории лиц, у которых так называемый синдром чувствительной кожи. И этим людям, конечно же, лучше использовать маски, ну, так скажем, из инертных тканей или натуральных тканей. Потому что синтетические маски в некоторых случаях вызывают раздражение, особенно от длительного использования. Эксперт рекомендует провести ревизию косметички и полочки с любимыми кремами. От тональных кремов на масляной основе стоит отказаться в пользу очищающих, увлажняющих и питательных средств. Не стоит пренебрегать и походом к косметологу. Этой осенью особой популярностью пользуются пилинги. Зима и осень – это благоприятное время для проведения практически всех процедур косметологических, но наибольшую популярность набирает пилинг. Воздействие очень большое солнечного излучения, то есть это противопоказание. А так как у нас осень, зима, солнце не такое активное, поэтому наоборот, контурная пластика, ботулинотерапия, мезотерапия, биоритализация, они наоборот благоприятные имеют значение. Улучшить состояние кожи поможет правильно подобранный рацион. Морепродукты, зелень и фрукты вам в помощь. А вот на мясное лучше не налегать, рекомендуют эксперты. Витаминная кожа у нас – это А-витаминка, В2, В1 и В6. Конечно же, можно покупать витаминные комплексы, рыбий жир. Осенью стоит лучше больше акцентировать внимание на продуктов растительного происхождения, так как там содержится больше белков растительного происхождения. Они лучше осенью именно усваиваются. Легче перерабатывается организмом, нежели чем, например, летом мясо. У многих в период холодов сохнут и трескаются губы. Чтобы этого не допустить, используйте защитные бальзамы и медовые маски. Прибегать к этим несложным хитростям стоит уже сейчас, чтобы избежать неприятных последствий. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok